Здравствуйте! Вокруг депутата Госдумы Александра Хенштейна что-то уж как-то очень много скандальных тем замутилось в последнее время. Я бы даже сказал слишком много, и вот не к добру это. Если поначалу, как правило, именно Хенштейн был инициатором скандальных всех разбирательств по разным там злоупотреблениям, ну вот, наконец, и ему прилетела ответочка. А фабула, если разобраться, вот до нельзя интересная. Оказывается, депутат Госдумы Хенштейн абсолютно незаконно занимает помещение своей приемной на улице Красноармейской, вследствие чего муниципалитету, как посчитали в мэрии, был нанесен ущерб более чем 7 миллионов рублей. Объясняю, как такое возможно. Помещения принадлежат муниципальному бюджетному учреждению Центр информационно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения, и каким-то образом в 2012 году их эти помещения отдали как раз Хенштейну под его приемную. Ну вот он с тех пор недвижимостью, транспортом, оргтехникой и напользовался на эти самые 7 миллионов, что и явилось убытком для бюджета Самары. А самое прикольное в этой истории, что взаимоотношения депутата и муниципалитета на этот счет никак не были оформлены от слова совсем. Так что на каких правах Хенштейн занимает площадь и пользуется транспортным связью, непонятно. На данный момент никаких документов с депутатом Государственной Думы у нас не оформлено. Не оформлено? То есть он там с самозахватом получается? Получается, по факту так. Юридически. А все-таки предположить, ну я не думаю, что Александр Алексеевич брал фонку, топор, ушел скрывать и занимать помещение все-таки, наверное... Ну просто администрация предоставляла это помещение в 2012 году и... А на каких основаниях? Почему не озаботились? Не могу. И лично я сказать не могу. На какие основания были, чем они опирались, не могу. Все вариации, что тут такого, власти гордо предоставили депутату помещение и остальное для работы от лукавого. Каждый должен заниматься своим делом и в меру своих полномочий. Но нет функционали муниципалитета такой обязанности обеспечивать депутатов Госдумы помещениями, транспортом, прочим. Это вообще не их дело. Всю материально-техническую необходимую для работы депутат федерального собрания базу должны обеспечивать региональные власти по нормам и квотам определенным законам. Госдума потом должна компенсировать региону эти самые расходы. Вот насколько мне известно, именно так область работает с остальными нашими депутатами. И то же самое предоставлял и Хинштейну. И это было бы для него абсолютно бесплатно. Но Александр Евсеевич выбрал вариант на красноармейской. Почему? Бог его знает. Отдельный вопрос. Вот как такое вообще случиться-то могло срастись? Не думаю, что Хинштейн сам в 2012 году заявился в это МБУ-центр обеспечения, типа отдайте мне помещение. Не думаю, что и тогдашнему директору МБУ пришла в голову эта гениальная мысль. Он так вот ее реализовал, и это его инициатива. Скорее всего, предполагаю, что решение было принято на уровне высших городских властей той поры. Ну, чё бы не удружить по-хорошему-то хорошему же человеку. Пусть работает в комфортных условиях. Ну да, есть разница на 30 законных определенных метрах ютиться или более чем на 100. Но тут несколько моментов. Во-первых, любой чиновник, вот так вольно распоряжаясь не своим личным, а общегородским имуществом, сильно превышает свои полномочия. И это вполне можно трактовать как умышленное и нецелевое использование казенного имущества. Мэр ли, его зам или, или кто там решил удружить Хинштейну, он с какой радости принимает такие волюнтаристские решения, наносящие прямой миллионный ущерб городу? Откуда такая избирательность? Вот почему только одному депутату Госдумы обеспечили такие выдающиеся условия для работы? Он что, на особым счету был? Чем остальные хуже? Вот как-то вот все это кумовством попахивает. Долг по самому помещению там равен порядка двух миллионов. Все остальное это за пользование автомобилем, техникой и так далее. Дело в том, что никакому другому, насколько я знаю, депутату Государственной Думы муниципалитет не предоставлял безвозмездное пользование помещения. Это функция федеральных властей, то есть это функция области. Из-за чего химштейну предоставили тогда? Ну, по-видимому, были какие-то, возможно, устные договоренности с предыдущей администрацией, которые, я, например, считаю, идут в разрез с теми законодательными актами, которые приняты в городе. Если уж тесно депутату, там, клаустрофобия у него или еще что-то такое, имеет полное право взять помещение побольше, ну, это уже его личные пожелания, а все, что сверхположено по закону нормы, это уже за свой счет. Ну, а что? Депутатская зарплата, я думаю, позволяет такие вот излишства у них там в Госдуме? Она чуть ли не по полмиллиона рублей в месяц? В первую очередь, хотелось бы, конечно, возместить это все. То есть, срок приличный, деньги получаются тоже приличные. Кроме помещения, там, конечно, еще и автомобиль предоставлялся. Тоже в вашем учреждении? Да, зависит от периода. То есть, сумма большая, сумма 7 миллионов, это все-таки для города, я думаю, что хорошее было бы поспорье. Так что, на что сейчас обижаться? Город просто хочет возместить понесенный непонятно на каких основаниях ущерб, зато понятно от кого. Непонятно, что мешало оформить отношения между сторонами официально. И почему этого не было сделано за столько вот лет отношений, чтобы не возникали вопросы и были ясны права сторон. Ну, а может быть, этого и не было сделано именно потому, что юридических оснований нет, чтобы муниципалитет бесплатно, да за свой счет, содержал депутатов Госдумы. А вот тому и своего кармана платить, и не больно-то и хотелось. Так что, вот пусть теперь суд-то как раз и устанавливает, кто что нарушил, кто кому сколько должен, и что делать дальше. Но все-таки главная новость сегодняшнего дня, это, конечно, обыски у депутата Матвеева и его друга, не адвокат Соколова. Вот прям с утра следаки их бомбить по месту жительства и начали. И подоплека там вот совсем не политика, и не месть там кровавого режима лидерам оппозиции вовсе нет. Там чистой воды уголовка. Насчет утечки материалов следствия по другому уголовному делу, их разглашения и публикации. Вот именно в этом этих двух кадров и подозревают. Ну потому что, по-моему, поочевидно, что сначала надо думать, а уж потом делать. Но большая тема, я об этом в следующей программе расскажу. Субтитры создавал DimaTorzok